какие ошибки чаще всего возникают при лечении гормональных дисбалансов на своих индивидуальных консультациях и онлайн программах чаще всего вижу следующие шесть первое женщина в менопаузе как менопаузальную гормональную терапию назначают комбинированные оральные контрацептивы которые совершенно не подходят для этой цели и вредят здоровью по статистике моих программ с такими неграмотными назначениями сталкивается примерно половина женщин в возрасте 45 плюс вторая аутоиммунный тиреоидит заболевание щитовидной железы его не лечат а просто наблюдают риски в этом случае достаточно высоки аутоиммунный тиреоидит может приводить гипотириозу снижение функции щитовидной железы которая потребует пожизненного гормонального лечения может приводить к развитию других более серьезных аутоиммунных заболеваний да в арсенале медиков нет фарм препаратов для лечения аутоиммунного тиреоидита но с этим заболеванием прекрасно справляется трава лечения 3 гормональные дисбалансы женщин репродуктивного возраста их лечат гормональными препаратами по сути просто маскируя симптомы и не занимаясь первой причиной отложенных побочных эффектов при таком подходе очень много как таковое лечение не происходит а серьезные диагнозы такие как бесплодие эндометриоз и другие постепенно развиваются на практике я очень часто имею дело с гормональными дисбалансами многие из которых прекрасно регулируются естественными методами и траволечения четвертая ошибка женщины берут рекомендации из интернета и начинают пить травы которые рекламируют как фитоэстрогены вокруг таких трав очень много пустого маркетинга и в лучшем случае женщины просто теряют деньги а в худшем вредят своему здоровью один из примеров это очень популярное растение боровая матка или артилия однобокая она может быть очень эффективна в отдельных случаях например при отсутствии овуляции вызваны определенными причинами но она совершенно бесполезна и даже вредна в случае других диагнозов многие сборы продающиеся в магазинах здоровый образ жизни содержит травы с противоположным действием пятое начиная с 35 лет у многих женщин наблюдается снижение уровня прогестерона и как следствие гиперэстрогения по-другому говорят доминирование эстрогена состояние или не лечится совсем или корректируется синтетическими гормонами с побочными эффектами в то время как правильная диета и трава лечения очень быстро нормализует это состояние симптомы уходят и снижаются риски серьезных гинекологических заболеваний шестая ошибка при гиперпластических процессах гиперплазии эндометрия эндометриоз аденомиоз миомы предлагают или хирургию это ужасное слово выскабливание или симптоматическое лечение гормонами который не занимаются первой причиной не решают проблему имеют серьезные побочные эффекты в моей практике есть женщины которые попадают в стационар с кровотечениями до 10 раз в год помимо того что это очень травматичный опыт это часто приводит к тяжелой анемии и к таким неприятным заболеваниям как аденомиоз в то время как работа с причинами может существенно улучшить состояние а в каких-то случаях привести к полному выздоровлению сталкивались ли вы с такими причинами или вам повезло с грамотным думающим врачом 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 врачом